Дорогие друзья, всем привет! В этом видео цветение трех розочек. Это розы Дэвида Остина, три сорта, изумительно красивые, нежные. Это проверенная сорта, очень популярная во всем мире. Красотой цветения этих розочек можно восхищаться бесконечно. Розочка Джудзепск Юр появилась в 1995 году, ее создатель Дэвид Остин. Родителями этого сорта стали такие тоже известные две розочки, это Абрахам Дерби и Виндраж. У Абрахам Дерби, многие знают, это тоже популярный сорт, цветы ярко-персиковые, густо-махровые, а вторая розочка Виндраж полумахровая и пастельно-розовые цветы. Новый сорт Джудзепск Юр унаследовал оба этих оттенка. Цветы очень крупные, в полном распуске до 14 сантиметров. Правильные, вазообразные, махровые, с загибающимися внутрь песками. Внутри они немножечко желтые, а снаружи светло-желтые. Аромат у этой розы очень яркий, интенсивный и запоминаемый. Есть фруктовые ноты и аромат вина. Не так много роз, не только от Давида Досина, но вообще могу сравниться с этим ароматом. Куст отличный, пышный, высоту около метра и в ширину сантиметров 70-80. Цветет очень обильно, первая-вторая волна между волнами в третьей климатической зоне есть минимальный перерыв около двух недель. Цветок на жаре держит около пяти дней, немножечко повреждается дождями. Субтитры создавал DimaTorzok Еще один старый, но очень проверенный сорт это Чарльз Остин 1973 года. Розочка Чарльз Остин была выведена Дэвидом Остином в 1973 году. Роза была гибридизирована путем скрещивания английской розы Остин и розовой чайной гибридной розы Алоха и названа в честь отца-селекционера. И на тот период это была одна из самых ранних английских роз. Внешне она чем-то похожа на розочку Jude the Obscure, но поверьте, у нее есть отличия. В свое время и несколько десятилетий назад это был очень популярный сорт. Цветы очень крупные в полном распуске, также до 12-13 сантиметров, хорошие для цветочных оранжировок, для срезки. Форма цветка чешевидная, при распускании различных оттенков абрикосового цвета, потом выгорает до более светлых. Аромат сильный, свежий, есть и большие фруктовые ноты, а также запах вина. Цветки нежно-оранжевые, более яркого цвета у основания лепестков и практически кремовые по краям. Розочка любит низкую обрезку. Хороший сорт, устойчивых заболеваниям, выносливый. Розочка Charles Austin это сорт, который был списан компанией David Austin в пользу других, более современных и более здоровых сортов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще тоже один очень популярный и проверенный сорт, годами проверенный, это роза Heritage 1984 года. Эта роза была получена путем скрещивания неизвестного сеянца и сорта Iceberg. Очень очаровательные, нежнейшие цветочки, немножечко напоминающие фарфор среднего размера до 10 сантиметров. Возообразные формы, махровые, в центре мягко-чисто розового цвета. Снаружи лепестки изменяют свою окраску практически до белых. Розочка на прямом солнце может выгорать. У меня растет она в полутени, поэтому цветочек остается розоватого оттенка. Аромат, как и у других розочек, в этом видео очень сильный, фруктовый. Есть небольшие ноты меда и гвоздики. Куст высотой до метра, шириной сантиметров 70-80. В жарком климате она спокойно может выращиваться, как плетистая роза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!